Смотрите сегодня в программе. Ожидания, связанные с Paradise, были чрезвычайно высоки. Проклятые земли. Одна из первых действительно трёхмерных ролевых игр. Безумно красивая, обаятельная, захватывающая и плюс ко всему сделанная российскими разработчиками. С стараниями дизайнера и сценариста компьютерных игр Ли Шелдона мы получили игру, позволяющую ещё раз пережить драматические события замечательного романа «Десять негритят». Мало кто из игровых персонажей демонстрирует такую преданность своей работе, как известный всем агент номер 47. Привет, это программа ФАК, и я её ведущий Борик Роттер. И сегодня я продолжу отвечать на ваши вопросы об играх. Так и не закончив работу над второй Сибирью, Бенуа Сокаль порвал с компанией Майкроидс. И основал свою собственную игродельческую студию – White Bird Productions. И первым её проектом стал Quest Paradise, ранее известный как Lost Paradise. В России игру издавать будет компания «Новый диск», а локализацию взяла на себя Lazy Games. Сложность загадок и способы решения поставят в тупик привыкших к вседозволенности и интерактивности игроков. Единственный вариант решения любой проблем логичен с точки зрения современной физики и абсолютно не спортивен по отношению к играющему. Разрешено брать только предметы, скупо разбросанные заботливой рукой дизайнера. Успешная настройка и использование механизмов заканчивается очередным скриптовым роликом и радостным оживлением победившего разума игрока. Иногда для разрешения задач потребуется помощь Леопарда. В некоторых эпизодах им даже можно будет управлять напрямую. По существу единственное, чем можно по-настоящему наслаждаться в этой игре – это графика. В ручную рисованные задние планы, фантазия, мастерство, изящество – здесь есть все, чтобы восхитить даже самого искушенного геймера. Рекомендуемые системные требования – Pentium 4 с частотой 2,5 ГГц, гигабайт оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет 2,5 ГБ. Загадочная заснеженная Сибирь с ископаемыми мамонтами уступила место другому миру, малопонятному цивилизованным людям. Нас ждут только загадки, порожденные фантазией Сокаля и сотрудниками White Bird Productions. Добро пожаловать в Морению! Пыль и зной – обязательный послеобеденный ливень, добрый десяток неизвестных науке животных и растений. К вашим услугам – полный набор стереотипов о знойной Африке. Правит Морении король Радон. Его ненавидят и боятся, но ловушки и покушения он буквально чует. А на своих противников просто охотится. Однако к каждому политическому зверю приходит старость. Революция набирает обороты, сторонники и противники яростно сражаются, а старик, теряющий нити руководства государством, затаился в плавучем дворцикрейсере в отчаянной надежде на то, что решение проблем или хотя бы последнее утешение вот-вот появится. Отучившись в Швейцарии и достигнув совершеннолетия, на родину возвращается родная дочь Радона. Но воздушное пространство уже давно контролируется ПВО мятежников. Меткие выстрелы всего двух стрелков оказываются критичными для легкого самолета. Девочка чудом остается живой и теряет память. Как и мы, она ничего не знает о морении, здешнем быте и образе жизни, животном мире и политических разборках. Героиня берет первый попавшийся на глаза псевдоним – Энн Смит. Ведь книга этой английской путешественницы – последний мостик между прошлой и нынешней жизнью. Геймплей успокаивает и усыпляет, а диалоги вряд ли заставят вас переживать. Подавляющее большинство подсказок прячется в книге с описанием путешествий и настоящей Энн Смит. И касаются они в основном мини-игр. Ожидания, связанные с Парадайз, были чрезвычайно высоки. Ведь это творение самого Бенуа Сакаля – человека, которому все поклонники квестов обязаны неповторимой Сибирью. Увы, но Парадайз не принес в жанр ничего нового. Теперь давайте разберем несколько затруднительных моментов в игре. Например, как найти последнее пирожное для жены больного принца. Выбираем в инвентаре кувшин. Наполняем его водой в бассейне, идем к висящим мешкам и выливаем воду в первый мешок. Клетка приподнимается, и мы получаем доступ к маленьким пирожным. Заходим в зимний сад и отдаем их любимой жене. Она голодная и хочет еще. Повторяем ту же процедуру. Клетка приподнимается еще, и мы берем пирожные среднего размера. Относим их к любимой жене, но ей и этого недостаточно. Конечно, кувшина для воды у нас в инвентаре больше нет, да и нет больше мешков, чтобы залить туда воду. Но зато вместе с опустившимися после заполнения их водой мешками опустился и крюк, и стал активным. Щелкаем на нем. Клетка опускается, залезаем на нее, забираем необходимые калорийные пирожные и относим их к любимой жене. Далее нам необходимо пробраться к ней в комнату и выкрасть одежду. Поднимаемся по ступенькам к двери, которая ведет в комнату любимой жены, и прячемся в огромную корзину с крышкой. Оттуда подсматриваем комбинацию, которая толстая суафи набирает на двери. Когда толстушка уходит, выбираемся из корзины и устанавливаем ту же комбинацию. Один налево, два направо, три направо и вниз. Проклятые земли Проклятые земли – одна из первых действительно трехмерных ролевых игр. Безумно красивая, обаятельная, захватывающая и плюс ко всему сделанная российскими разработчиками. Через пять лет случилось то, о чем так долго твердили фанаты. Продолжение истории Проклятых земель, начатое как обычное дополнение, в результате выросло в самостоятельную игру, которая уже просто неприменима понятие аддон. Итак, вы молодой джункир, сбежавший из рабства злющего волшебника Фириза. Живет этот мерзкий злый день на лоде Джигран, и царит там вечная унылая осень. Главный герой, как и положено хорошему парню, чуть что мчится уничтожать вселенское зло и спасать из рабства свою семью. Только сначала придется немного подучиться размахивать железками и выделывать хитроумные магические пасы. Ибо Фириз – злодей серьезный, и дизлитанский подход к его ликвидации добром не закончится. На сей раз наш герой путешествует в компании с чудесной спутницей по имени Кель. Чувствуете, чем пахнет дело? Правильно, романтическая линия, и не так просто, а как одна из сюжетных. Кстати, сюжет «Затерянных в Астрале» сделал первые шаги к нелинейности. Пусть робкие и слегка неуплюжие, но в оригинальном-то их и вовсе не было. Иногда у вас будет выбор, как пройти очередное задание. Тут же оговоримся, что право выбора, реплик в диалогах вам все равно не дадут. Игра разработана компаниями Matilda Entertainment и Nival Interactive. Рекомендуемые системные требования к игре. Процессор 1 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 1 ГБ на жестком диске. На самом деле игра поменялась не сильно. Да, есть некоторая оригинальность в сюжете, когда все действие происходит не до, не после, а как бы по следам оригинальной игры из другой страны. Вы сражались с разбойниками в проклятых землях? Отлично, теперь вы будете с ними сотрудничать. Избранный выпустил демона на волю. Именно этот демон и поможет сбежать из рабства герою нашей игры. И все время вы видите рядом с собой следы предшественника. Что же тогда нового? Да почти ничего по меркам этой вселенной. Ну и еще один остров. Мы же помним, что дело все происходит в мире Алодов, островов осколков, былой магии. Новые заклинания, монстры, доспехи, вооружения и так далее. В игре появились секретные миссии, при прохождении которых, а пройти надо обязательно все, можно заполучить секретную концовку. Но не обольщайтесь. В связи с багами игры, выполнение всех секретных миссий может и не получиться. Так что возможность повторного прохождения уже обеспечена. Тут сразу стоит отметить, что некоторые секретные миссии отличаются от обычных тем, что они обозначаются на карте. А второй раз спросить о них не получится. Кстати, не стоит радоваться и цифрам в 120 миссий на обложке диска. Сюжет не даст вам отклониться от основного пути. И придется строго следовать туда, куда прикажут. Никаких серьезных разветвлений не предвидится. Сейчас я буду вынужден проехаться асфальтоукладчиком по бодрым заверениям разработчиков о том, что игра выглядит красиво и современно. Скажу просто, я очень люблю Fallout. Но даже под пытками я не смогу сказать, что он выглядит современно. То же самое и с проклятыми землями. Можно добавить пару полигонов там и сям, сделать косметическую подтяжку текстур здесь и тут. Но движок пятилетней давности — это движок пятилетней давности. В самом начале игры не лезьте в бой, просто рубите крыс. Даже жабы вам пока не по плечу. Когда на первом уровне доберетесь до лагеря разбойников, окажется, что гарпия всех перегрызла. Вам нужно будет пробраться к сундуку, чтобы взять ключ. Пройти мимо гарпии незамеченным не получится, придется ползти. На первом острове Суслангер, когда будете определяться с классами ваших героев, лучше себе выбрать силу и стать воином. А для Келли либо Ловкость тогда предложит дополнительные навыки стрельбы из лука, либо Разум. И еще, если наделить Келли Ловкостью, то она сможет ломать бочки. Это не только 8 монеток, но и 10 очков опыта. Далее, чтобы выбраться из крепости, лучше найти подземный ход. Для этого на севере найдите Офицера и отберите у него карту. При выходе из замка обратите внимание на сундук с полезными вещами. Дальше вам придется ползти по мосту, чтобы вас не заметили. Причем по центру и вместе. Совет. На этом острове лучше не ходить раздетым. Здесь случаются песчаные бури. От них можно жестко пострадать. Пусть на героя будет хотя бы что-нибудь. Лучше всего кожаная одежда. Чтобы вас, как сбежавшего раба, не нашли, нужно стащить списки рабов. Смотрите во второй части программы. Стараниями дизайнера и сценариста компьютерных игр Ли Шелдона мы получили игру, позволяющую еще раз пережить драматические события замечательного романа «Десять негритят». Мало кто из игровых персонажей демонстрирует такую преданность своей работе, как известный всем агент номер 47. Смотрите во второй части программы. Стараниями дизайнера и сценариста компьютерных игр Ли Шелдона мы получили игру, позволяющую еще раз пережить драматические события замечательного романа «Десять негритят». Мало кто из игровых персонажей демонстрирует такую преданность своей работе, как известный всем агент номер 47. Английский детектив – особый жанр литературы. Роман «Десять негритят» появился в 1939 году. Хоть в этом романе и не действуют знаменитые детективы, это одно из самых популярных произведений Агаты Кристи. Стараниями дизайнера и сценариста компьютерных игр Ли Шелдона, а также компании AWE Games, мы получили игру, позволяющую еще раз пережить драматические события этой замечательной книги. Ли Шелдон, голливудский сценарист, который хорошо известен и в компьютерных играх, и в телевидении, и среди писателей, ранее уже создавал адвенчурные игры «Риддл оф Мастерлу» и «Дарк Сайд оф Дэ Мун», да и вообще детективный жанр – его конек. Поэтому при создании игры «Агата Кристи» «And then the one one» разработчики сразу обратились к нему. Задача была непростая – сложный сюжет нужно было превратить в компьютерный квест, сохранив оригинальную последовательность событий и добавив свои задумки. В игре все продумано – и сценарий, и головоломки. Сразу бросается в глаза, что появилось новое действующее лицо. Патрик Нарракот – главный герой, задержавшийся на острове кораблекрушения неожиданно для всех. От оригинальной сюжетной линии Ли Шелдон не отходит до самой развязки игры, но все равно в игре постоянно происходят неожиданные события, обнаруживается куча секретов и масса других мелочей. А в качестве окончания приписано целых четыре варианта. Рекомендуемые системные требования. Процессор 1,8 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 64 МБ видео и 1,5 ГБ на жестком диске. Театр начинается с вешалки, а настоящий английский дом – с подставки для зонтиков и тростей. Вот она стоит. В ней великолепная прогулочная трость с набалдашником в виде главы медведя. Если вы встанете лицом к входной двери, справа от вас будет столовая, слева – гостиная, сзади – лестница на второй этаж. Сперва пройдемте в гостиную. Сердце английской гостиной, конечно же, камин. Над камином висит стишок «Десять морячков». Прочитайте его. Если вы захотите перечитать стишок, не обязательно возвращаться к камину. Просто посмотрите на него внимательно, чтобы Патрик списал его в записную книжку. Прочитать эти заметки можно, нажав на значок с книжкой в правом верхнем углу экрана. В игре войти в комнаты, кроме комнаты Блора, сразу не удастся. Вначале гости будут переодеваться к обеду. Со всеми надо поговорить. Этот же принцип верен и для последующих этапов сюжета. Если вы забыли уделить кому-то внимание, обед не подадут. Или ночь не настанет, и так далее. Ближе к концу игры придется даже навещать мертвецов. Да, и находить своих товарищей по несчастью Патрик порой может в самых неожиданных местах. Блор ведет следствие в ванной Роджерсов и в дровяном сарае. Судья навещает мертвого генерала. Мертвое тело вор Грейва сидит в кинозале. В общем, ничего особенного и революционного в игре не происходит. Идеи талантливого сценариста по превращению романа Агаты Кристи в квест, к сожалению, так и остались идеями. Игра получилась какой-то... Неживой. Единственное, что ощущается на протяжении всей игры, это желание главного героя выбраться с этого проклятого острова. Несмотря на все сказанное, вопросов по игре приходило немало. На панели предметов, которая открывается нажатием на значок сумки, в левом верхнем углу экрана можно соединять вещи. Для этого нужно поместить два или более предмета в нижний ряд панелей и нажать на значок шестеренки. Если предметы выбраны правильно, из них что-нибудь получится. Например, так можно вставить батарейку в фонарик. Чтобы прочитать текст, надо на панели предметов выбрать письмо и щелкнуть по значку лупы. Короткий текст будет показан на экране, а длинный Патрик занесет в свою записную книжку. На панели предметов можно не только собрать один предмет из нескольких, но и разобрать предмет на части. Для этого нужно поместить один предмет в нижний ряд панелей и щелкнуть опять по шестеренке. Если это возможно, предмет разделится. Например, так можно вывинтить лампочку из настольной лампы. И этим же способом можно достать что-нибудь из емкости. Например, высыпать табак из кесета. Если на улице указать Патрику направление движения не одинарным, а двойным щелчком мыши, он будет движать. Так можно ускорить осмотр острова. Если хотите спасти ламбарда в девятой главе, как только поговорите с Верой, спешите к костру. Чтобы спасти Веру, запаситесь обломками мраморного медведя и в нужный момент выбейте ими пистолет из руки убийцы. А можете никого и вовсе не спасать. Когда вы являетесь одним из лучших киллеров, всенародная любовь и признание, мягко говоря, не то, что вам нужно. Конечно, если вы придете в оперу, достанете дробовик и застрелите вашу цель на глазах у течи, жены и голосящего на сцене тенора, деньги все равно будут начислены. Но на следующий день ваша заляпанная кровью физиономия будет взирать на обывателей с первых полос всех газет. Хитман, Пладмани, сегодня я расскажу вам о продолжении знаменитого сериала. Сюжет игры, разработанной компанией IO Interactive, является логическим продолжением предыдущих частей серии. Агентство ICA, главный поставщик заказов для нашего героя, неожиданно столкнулось с конкуренцией. Причем далеко не самый честный. Похоже, что некоторая организация целенаправленно пытается вытолкнуть ICA из бизнеса. Каким образом? Разумеется, самым логичным для этой, так сказать, сферы услуг, в которой компании работают. Физическим устранением. Хитман, понимая, что может оказаться следующим по счету в списке без вести пропавших, решает уехать в Америку, где открывает свое собственное маленькое дело. С учетом его послужного списка догадаться о направленности бизнеса не составит никакого труда. Blood Money создавался на базе последней версии движка собственной разработки. Glossier. Это настоящий рай для владельцев топовых видеокарт. Абсолютно новый рендер. Шейдеры третьей версии, самозатенение, мягкие динамические тени. В общем, готовьтесь, как к грейду. Игра появилась в официальной продаже 30 мая 2006 года. И в ближайшее время появится локализованная версия для России от компании «Новый диск». Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видео и 5 ГБ на жестком диске. Об одном из главных нововведений нам сообщает сам заголовок игры. Это Blood Money. То бишь деньги. Кровавые. Здесь следует отметить, что в самом первом Hitman'е нашему герою уже платили за его работу. Но вот потом заработную плату почему-то стали задерживать. И вот свершилось. В Hitman 4 после каждой успешно выполненной миссии игрок будет получать определенную кругленькую сумму хрустящих зеленых бумажек, которые он сможет потратить на расширение арсенала и экипировки в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Более того, успешно выполненные миссии также будут влиять и на набор доступных для прохождения миссии. Что только добавит игре нелинейности. Еще одно новшество – это возможность прятать оружие. Представьте сами. Наш герой заходит в людное помещение, достает пистолет и убирает его в рукав. Теперь главное – двигаться очень осторожно. Если побежишь, то все, конец маскировки. Кто-нибудь обязательно заметит ствол. Кстати, подобный трюк можно проделать и с небольшим пистолетом-пулеметом. Прячет его наш герой, правда, уже не в рукаве, а между ног. Кстати, теперь в игре вам дается больше способов представить происходящее во время миссии как несчастные случаи. Никто и не догадается, что произошло убийство. В газетных статьях они демонстрируются по завершении каждой миссии. Напишут что-нибудь про случайные происшествия или непредвиденные обстоятельства. Иными словами, пресса генерируется после каждого задания. Содержание, заголовки и фотографии статей полностью зависят от ваших действий на уровне. То есть, если вы старательно имитировали несчастные случаи, «Свежая газета» расскажет о ряде мистических происшествий. О вас не будет ни слова. Ну а если вы изображали из себя пули непробиваемого героя-боевика, готовьтесь лицезреть собственный портрет на первой полосе. Газеты отличаются друг от друга дизайном и версткой, в зависимости от того, в какой стране была заварушка. За отдельную плату можно приобретать дополнительную информацию, которая существенно облегчит вам жизнь. Обстоятельно отреставрированный Агент 47 возвращается с обновленным движком. Как я уже говорил, до 4000 NPC в кадре. Новые трюки из арсенала Сэма Фишера. И внушительные геймплейные инъекции. А вопросов по игре прислали огромное количество. К ним-то и перейдем. Один из фурманов просит вкратце описать прохождение третьего уровня, опера. Если совсем кратко, то так. Заходишь в здание, у гардеробщика берешь пистолет, идешь за сцену. Перед этим надо переодеться в рабочего. Возле гардероба стоят двое рабочих. Один из них уйдет в туалет. Там его надо замочить и переодеться. За сценой ждешь, пока актеры доиграют до момента, когда один из них начнет целиться в другого из игрушечного пистолета. В этот момент нужно стрелять из пистолета, который берешь у гардеробщика, привязанного актера. Потом идете на крышу здания и минируете купол. Когда будет проходить главный злодей, взрывайте его. Потом тихонько сматываетесь через парадный вход. Еще один вопрос про первый уровень. Помогите достать снайперскую винтовку из кейса. Нажимаешь правую кнопку мыши, выбираешь кейс, еще раз правую кнопку и все. На сегодня это все. Пишите мне ваши вопросы и пожелания на e-mail faqsobacamosdifestv.ru И я обязательно отвечу. Играйте и выигрывайте. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok